Всем добрый день! Сегодня я готовлю крендель с вишней. У меня уже готовое дрожжевое тесто, замес которого вы сможете найти по ссылочке под этим видео. Итак, как нужно приготовить тесто для кренделей? Я его уже поделила по 100 грамм. И теперь вот такими вот калачиками его нужно подкатать и оставить для того, чтобы оно немножко полежало, отдохнуло и подошло. Оно у вас будет потом слушаться, легко поддаваться раскатке. Все, что вы будете с ним делать, оно будет послушно всему подчиняться. Вишню для кренделей я взяла консервированное. Это вишневое варенье. Если у вас нет варенья, можете взять вишню в своем соку. Но из варенья вишня подходит лучше всего. Итак, оставляю тесто минут на 5, для того, чтобы оно немножко полежало, отдохнуло. Накрыть его можно салфеточкой. Если у вас на кухне нет сквозняка и тепло, значит просто смажьте его подсолнечным маслом. Пусть оно полежит. Ну вот, тесто уже подошло. Теперь его нужно скалочкой раскатать в длину и немножко в ширину. Смотрите, шов тесто у меня получится в середине булочки. Вот так вот раскатала и откладываю. Вот я беру тесто. Вот здесь вот его, видите, шов. Такой некрасивый, морщинистый. Я раскатываю сразу тесто в длину. Переворачиваю. И теперь этот шов у меня получится в середине булочки. Я раскатываю его вот так вот. Делаю его пошире. Немножечко тесто у вас полежит. Вы можете его еще раз прокатать. Оно более податливое. Так нужно раскатать все тесто. Заканчиваю я раскатывать тесто. И теперь на него нужно разложить вишни. Вишни я приготовила заранее. Я вот так вот откинула их на сито. Здесь сироп с вареньем. Здесь остались такие более-менее сухие вишни. Как приготовить такое варенье, вы сможете тоже легко найти по ссылочке под этим видео. И теперь раскладываем вишенки вдоль теста. Старайтесь приготовить это заблаговременно, чтобы вишня стекла, чтобы меньше рвалось тесто при выпечке. И вот так вот раскладывайте на все раскатанное тесто. Сколько у вас получилось кусочков, сколько вы приготовили. И за один раз начинку можно разложить и помыть руки. Чтобы не делать это после каждой булочки. Сахар я не добавляю, потому что тесто сдобное, сладкое. Вишня с варенья тоже сладкая. Так что обойтись можно и без сахара. Все вишню я разложила. Теперь заворачиваем. Вот так вот одной стороной тесто заворачивайте и закатывайте тесто до конца. Все, теперь этот краешек нужно защипать. кончики тоже. И пока остальные тоже завернете вишенки, пусть оно спокойно себе полежит. Тесто подходит на глазах, так что должно быть послушное. Сильно затягивать его не нужно на вишне, чтобы его не разорвало. Не забывайте защипывать край. Теперь, когда вы скрутили все тесто, завернули все вишни, выкладывайте на шовчик ваш жгутик и одну сторону заворачивайте в одну сторону, а другую скручивайте в другую. И вот такие вот крендельки у вас получатся. Перекладывайте на листик. Проверяйте, чтобы шовчик не раскрылся. Чтобы эти кончики тоже были залеплены. И аккуратно, не затягивая, один конец закручивайте в одну сторону, а другой в другую. Такие вот восьмерочки. Обязательно, чтобы лежал на шовчике. Вот такие получаются красивые булочки. Теперь им нужно дать подойти. И если вы смазываете яйцом, значит смазать яйцом. Если вы хотите посыпать их просто сахарной пудрой, после выпечки, значит просто дать подойти и ставить выпекать. Выпекаются они при температуре 230-240 градусов. Время выпечки укажу позже. Булочки простояли 10 минут. Смотрите, как они увеличились в объеме, подошли. Теперь их осталось только смазать желточком. Подождать, пока смазка подсохнет. И ставить выпекать. Такие пышные, аппетитные булочки. Можно сделать из дрожжевого теста с начинкой. Можно эту булку не смазывать. Подождать еще немножко, пока она подойдет. И ставить выпекать. Но мне больше нравится дрожжевая сдоба, смазанная яйцом. Она и пахнет по-другому, и корочка вкуснее. А вы уже смотрите, как вам нравится. Если хотите, выпекайте булку не смазанную. И после выпечки посыпайте ее сахарной пудрой. Чтобы лучше пудра пристала к булке, значит, после выпечки сразу же смажьте ее растопленным сливочным маслом. Немножко дайте остыть. И потом посыпайте сахарной пудрой. Так пудра будет лучше держаться на изделии. Булочка подошла. Смазка подсохла. Теперь ее можно ставить выпекать. Температура 220 градусов. Время укажу позже. Ну вот, булочка выпеклась. Смотрите, какая красивая. Выпекалась она 17 минут при температуре 220 градусов. Ну вот, подстраивайтесь к особенностям своей духовочки. Есть немножко, конечно, что... Вот, видно, что донышко на шовчике разорвалось. Вот. Ну, ничего. В основном здесь есть чуть-чуть. Ну, вообще, выпечка хорошая. Немножко остынут булочки. Я вам покажу ее в разломе. Какая она получилась. Ну, а так видно, что булочка мягенькая. Тесто очень вкусное. Так что, пробуйте, выпекайте. Вот такой формы еще можно делать пирожки. Или, как они называются, крендель с вишней. Булочки немножко остыли. Давайте теперь посмотрим, какие они в разломе. Видно, что тесто пышное, сдобное. Конечно же, вишня. Мягкая, хорошая булка. Так что, выпекайте. Радуйте своих родных и близких. Хочу разорвать уже. Ну, вот, видно, что много начинки. Вся она в булочке. Горячая еще. Вот, так что, пробуйте тесто, очень вкусное. И плюс вишня. Булочка получается очень вкусная. Крендель. На этом я с вами прощаюсь. Пробуйте. Пусть у вас все получается. Оставляйте комментарии. Задавайте вопросы. Отвечу по возможности на все. Всем пока. Всем удачи. Если вам нравятся мои видео, подписывайтесь на канал. И будем готовить вместе.